Добрый день, друзья, спасибо большое, что пришли. Я постараюсь, чтобы вам не было скучно. Ждать мы никого не будем. Мы люди простые военные. Остальные все подойдут потихонечку. Несколько вступительных коротких фраз. Виталий Иванович, добрый день. Рад видеть. Обычно осенью мы собираемся, когда я выступаю, это около дня ракетных войск и артиллерии, а именно это 19 ноября. Если кто помнит, то этот праздник установили в честь контрнаступления нашего под Сталинградом. А так как сейчас близится, 75 идет в Великой Отечественной войне, то это вдвойне праздник. Но так традиционно получилось, что этот день стал не только днем, так сказать, ракетчиков и артиллеристов вообще, но и днем ракетных войск стратегического назначения. А я учился в Академии имени Дзержинского, не знаю, в чем она так называется, но она была Академиями ракетных войск, и поэтому всегда мы этот праздник по-особому встречаем. Поэтому сегодня, хотя я сейчас смотрю, должны быть мои однокашники, и вроде они велиды полупали, пока еще никого нет, вдруг несколько человек подойдут, так что пока ракетчиков буду представлять я один. Но все-таки традиции должны быть, и я каждый раз в эти дни, начиная с одной и той же песен, «Мой дом – ракетные войска». Поясню только немножко, там есть термины «ВРК» – это боевой ракетный комплекс, «ЗИП» – это запасные инструменты и приборы, и упоминается некий Мошедаян, который в 70-х годах прошлого века был популярный. Это такой одноглазый был министр обороны Израиля, который, кстати, заканчивал нашу Советскую военную академию, кто не знает. Итак, с наступающим праздником. Мой дом – ракетные войска, я родился на БРК, но главная часть моя была без ЗИПа, и я валяю дурака, люблю и пьянствую богат, люблю до водори, и пьянствую до хрипа. Шинель повыцел уже, я на последнем рубеже, но есть гитара и невырванные зубы, ведь ведь я за мир стою в душе, ведь нет таяны, и маше, и даже мало одинаковых зубов. Но я защитник, я плот, меня ведь партия ведет, и говорят, что я давно един с народом. Конечно, пью, а кто не пьет, ракета, знаешь, сколько жрет, а ничего летит во всякую погоду. Конечно, пью, а кто не пьет, ракета, знаешь, сколько жрет, а ничего летит во всякую погоду. В моем доме ракетные войска, я родился на БРК, но главная часть моя была без ЗИПа, и я валяю дурака, люблю и пьянствую, пока люблю до водори, и пьянствую до хрипа. Кстати, насчет пьянствую выпивок, ну, видите, нам здесь носят, хотя здесь что-то уж слишком, по-моему, большие цены на спиртное, но это бог им, судья. Но я к тому клоню, что вы мне не только что это самое смущаю, вы меня будете радовать, когда я буду петь, а вы будете спокойно выпивать и, так сказать, это себе закусывать, я буду только счастлив, что людям хорошо уж. Потому что я когда спою, я тоже и выпью, и запущу. Я вас догадываю в этом смысле. Да, но еще у нас, вот, я, чтобы потом поменьше говорить, сначала все скажу. Наступают очень любопытные дни. Вот буквально через месяц, чуть-чуть с небольшим, будет 40 лет, с начала похода нашей 40-й отдельной армии в Афганистан. Иногда мы называем это в Ботт-бойск в Афганистан, иногда мы называем Афганская война. Вот в декабре будет 40 лет. Поэтому сегодня будет достаточно много афганских песен. Тогда же в декабре, а для меня, кстати, это праздник, я вывод Бог никогда не праздновал, а вот всегда праздник. Потому что вывод для меня это предательство, а вот это попытка сделать благородное, честное дело. Ну, там каждое свое мнение. И тогда же в декабре, вот скоро будет 25 лет начала первой чеченской кампании. Это к этому тоже можно по-разному относиться, но я там был и в первую, и во вторую кампанию, и я уверен, что, к сожалению, это было необходимо. К ужасу, но это было необходимо. Без этого вводить было нельзя. Надо было делать по-другому, ну и так далее. То есть, короче, сегодня будут и чеченские песни, и афганские песни, и, конечно, будет очень много песен про любовь, потому что, в принципе, это мое сегодняшнее выступление, как и все мои выступления, оно имеет один девиз, там, война и любовь не бывают случайны. Песня называется «Девчонки нашего волка». Я не один, кто ждет нас дома, хоть жизнь их тоже нелегка, грустят под губом аэродромом, девчонки наши от полута. В библиотеках шаг слизистками Официантами и медсестрами Стоят их коечки так близко, Чтобы шептаться до утра. В палатке гладят, Министы рая, В палатке думают о нас, Но от любви не умирают, Как мы от выстрелов подчас. Но вот заходит на посадку Здорово прилетевший вертолет, И сестра глядит украдкой На телефон и воду пьет. Палаточник, подкинув полок, Выходит молча за порог, Как странен взгляд ее, Как долог, Как темен мир и как жесток. Пусть овошлось, Никто не ранен На тех горах, Где мы лежим, Но долог взгляд ее И странен, И не по-женски не движим. А утром четверо девчонок Бегут по взлетной полосе, И вот полковник, А заренок, Кричит, Стой, держи вы все. Я не один, Кто ждет нас дома, Хоть жизни в том же не легка, Грустят под губ Аэродрома, Девчонки нашего полка. Прошлое выступление Это зачем? Дама приносит, А он говорит, зачем? Полковник! Забыл уже, как себя вести. Так я и не знал. Ну вот, в прошлом выступлении Я начал одну песню петь, Я не допел. Потому что немножко выпендрился С аккомпанементом, Но правда песня-то длинная. Она называется Далее везде. И у нее есть подзаголовок, Это размышления Русского офицера О генеральном штабе. В принципе, Я пытался написать Те конфликты, В которых, Ну вот, человеку примерно Моего возраста, Который служил в армии, Приходилось участвовать. Эти места я знаю. Не во всех я, так сказать, участвовал. Но, по крайней мере, Во всех этих местах был. И я хочу сейчас эту песню Все-таки допеть до конца. Но здесь она написана Не от моего имени, А от некого вообще Но имени советского Русского офицера. Проснулся утром, Чую быть беде, Где бил вчера, Какие были бабы. Лишь помню Директив из генштаба, В Афганистан, В Афганистан и далее Везде. Прошел в Афганистан, Парнин и вынеси, Парнин и вынеси, Вызczyе. В Афганистан и вынеси, В Афганистане. В Афганистане с projective И до туда, Таджикистан, и далее везде. Я разлюбилась в мир юго-восточный, Я заскучал по северной звезде. Но был направлен директивой срочной В Абхазию и далее везде. Но вот осели русские туманы, Хотя еще дымились кое-где. И я слетал десантом на Балканы, На Бричину и далее везде. Но тут Чечен не то чтобы восстало, Но расхотела горбиться в труде. И много наших с дур востреляло, И в Грозном, и в Аргунии везде. И вновь грузины дурака сваляли, Решили осетин зажать в узде. И я по транскавказской магистрали Сходил с Хенвал и далее везде. Потом я был в Крыму и на Донбассе, Весь извалялся в угле и руде. Приказа ждал, как перемены в классе, Идти в Накии в Далее везде. Но сочинил в Генштаб другую сказку, Что вилла не писалась на лед. Я послан был в окрестностях Дамаска, К ним не в Валепо, далее везде. И сгнал ИГИЛ оттуда, Чтобы рядом с Россией было на ничерке где. Чтоб вновь генштаб командовал парадом, В Афганистане, вдали и везде. Пусть вновь генштаб командует парадом, Опять в Афгане и опять везде. Песня называется «Вторая песня о вечной любви». Ну, первая я довольно часто пел, А вот эту многие не знают. Я, кстати, считаю, что вечная любовь была. Ей-богу, я так вот, уже в моем возрасте не могу понять. Ну, вечная как? Ну, конечно, люди расстаются, Но если помнишь друг другу, Там и снишься друг другу, А почему это не вечная любовь? Ох ты, вечная любовь! Горькое счастье, сладкая мука, Жаркие ласки, времени и бед. Вечной бывает только разлука, Вечной любви не бывало вове. Вечной бывает только разлука, Вечной любви не бывало вове. Остановись, оглянись от порога, Как горяча она, как молода. Вечной бывает только тревога, Вечной любви ты не знал никогда. Вечной бывает только тревога, Вечной любви ты не знал никогда. Глупо роптать, поздно плакать от боли, От бесконечности встреч и разлук. Вечной бывает только неволга, Вечной любви не бывало, мой друг. Ей от тебя было нужно так мало, Остановись, приласкай, погляди. Вечной любви на земле не бывало, Значит, она еще вся впереди. Вечной любви никогда не бывало, Значит, она еще вся впереди. Я буду сегодня время от времени Возвращаться к теме ракетных войск. Вот это тоже песня, Как бы, про ракетные войска, Но начинается она по лошадиному. А по лошадиному, потому что У меня так прошла жизнь, Что я много очень занимался с лошадьми. Ну, верховой ездой, И не просто ездой, А как бы писал о лошадях, Там это все. Посетил почти все кавалерийские заставы, Занимался в так называемых ремэскадронах, Где обезжают лошадей для службы. Вот и... И такая песня, которая называется «Кавалергарды и драгуны», А в конце концов она о ракетных войсках. «Кавалергарды и драгуны», По эскадронам ушли в веках, По воде бросим, порвавши струны, И выли в жёлку на глаз полка. «Прощай, малёвры, Прощай, парады, Прощай, теглазки Из-под платка, Прощай, аресты, Прощай, награды, Дымки жравнели И свист клинка. И мы не в голубе Ломали шеи Тон супостатур, А тот себе Не мы гуляли На всю Россию В царёвой саде В курной избе Чернеет трензель, Ржавеет стреля Седло рассохлось, Погнут клинок Ах, были люди, Ах, было время, Ах, были гори, Ах, был платок Ушли гусары Ушли драгуны И всё ж ракетный Закончил бой Мы варим жёнку Дерзаем струны И тут в платочке Берём с собой И мы варим жёнку Дерзаем струны И тут в платочке Берём с собой Здесь есть люди, Которые Связались в жизни С десантными войсками И я сам, может, Не совсем по праву, Потому что, вроде как, Арахетчик, А потом служил На узле связи Генерального штаба Под землёй А потом вот так Получился Стал журналистом Военным Но много лет Я проходил в тельняшке И не спеть песню Про тельняшку Было неправильно Песню называть Стельняшка Под грузом лет Кому не тяжко От рады мало Всех день Моя десантная Тельняшка Уже давно Не служит мне Я в ней прошёл Пусть небольшую Пусть небольшую Но настоящую Войну В ней возвращался В город Шую В свою любовь В свою весну И вновь, как в юности Бывала На берегу Реки родной Её бросал Как покрывало На плечи девушки Одной Дрожали синие полоски Девчоночих Касаясь плеч И поцелуев Отголоски Перепивали Нашу речь Ещё не раз После Афгана Я в ней летел С твой С небеса И что Похлопковые Раны Уже не веря В чудеса Нашу Гражданскую Рубашку И Заглядываю Девчонку Но ту Десантную Тельняшку И ту Любовь Немного Жаль Но ту Десантную Тельняшку И ту Любовь Немного Жаль Аплодисменты Аплодисменты Вот я говорил насчет этой самой лошадиной темы И однажды мне довелось вместе с кавалерийским полком А у нас такое было Иногда этот полк называли полком имени Сергея Бондарчука потому что его вообще создали для съемок «Войны и меры» в фильме. А потом так и остался полк, и мне нужно было писать про него очерк. И, в общем, я прошел с ними большой-большой марш. Мы за один световой день прошли 100 километров. Я вас уверяю, это очень много. Там и в полку-то не все выдержали. А еще мы вели рядом с собой так называемую заводную лошадь. То есть это вторая лошадь, и ты ее за поводья держишь и ведешь рядом с собой. Из-за этого еще тяжелее. Но ошли, в общем-то, из направления Подмосковья-Алабина к Верие. Но не прямой дорогой, а по всяким деревням и селам, чтобы лошади копыток меньше сбивали там на асфальте. И сбегались вот уцелевшие жители, дачники там, девчонки там одна помню, бежит, ой, как-то уходит, уходит. И я написал после этого песню, которая называется, как иностранно «Серые глаза». В эскадром идет пыля, в белой пенье трензеля. Собираются девчата, раздуваются поля. Собираются девчата, раздуваются поля. Разберемся на привале, с чьими чьи глаза сошлись. Разберемся на привале, с чьими чьи глаза сошлись. Синеглазая строга смотрит словно на врага. Целый день с ней тарвары, чтобы вечером встага. Целый день с ней тарвары, чтобы вечером встага. С черноглазым нибудь все пошло бы в кричит кость. Целовались бы все время, спали много бы, но врозь. А сероглазая вполне подошла бы на ровне. Отношения прояснили за часок наедине. Так что, головные, не ленись, релкопотом, корысти. Разберемся на привале, с чьими чьи глаза сошлись. Разберемся на привале, с чьими чьи глаза сошлись. Светюша, пьем за успех твоего концерта. Неотразимый и ослепительный. Спасибо, хорошие. Ну, я же в одной песне поймал, город Шой. Для меня это родной город. Хотя родился один дедам, я сын военного. Я родился в каком-то гарнизоне, проездом в Белоруссию. Там родители вообще не жили. Потом была Германия, Украина. Вообще, черт знает что было. Вот. Но школу я закончил в городе Шуя. И там были первые любови и прочее, прочее. И вот картинка 90-х годов из жизни русской провинции. Девчонки, которых я знал, которые любил, большинство ушли в проститутки. Потому что больше там вообще нечего было делать. Да, но они... Многие поступили в... Там у нас в Шуйский педагог, он стал университетом, да. Но жить и учиться было невозможно. И иногда, знаешь, что меня поражало даже. Не то, что они как-то похудели, девчонки там, да. А иногда смотришь, а они где-то раз еще учебники перелистывают. В свободное отработанное время. Продолжаю учиться. Называется «Девчонка из Шуйского бара». А почему тогда в 90-е открылось для новых бандитов очень много всяких баров? И вот где были девчонки? Я живу и не вижу кошмары, Но в ночи не сребелого дня Да, девчонка из Шуйского бара Охраняют, как ангел меня. Да по возрасту я ей не пара, Между нами любви не на грош. И с девчонкой из Шуйского бара Я судьбою не только похож. Отдается почти что за даром Я стихаю и телом она. Но с девчонкой из Шуйского бара Верим в лучшие мы времена. Денег нет, но осталось гитара. Счастья нет, но осталось душа. Ах, девчонка из Шуйского бара Удивительно, как хороша. Ей панели, а мне тротуары В этом разницы нет никакой. И к девчонке из Шуйского бара Я створяюсь неврительщий год Между нами чему-то рыба Пополчим или выпьем вина Не нужна мне сегодня гитара Ей сегодня любовь не нужна. А в России раздоры и свары Голодуха, разруха, разладь И девчонка из Шуйского бара Я последний товарищ и брат. Я живу или вижу кошмары Но в ночи средь пепла лья Проститутка из Шуйского бара Охраняет, как ангел, меня. А девчонка из Шуйского бара Осеняет крылами меня. Еще одна песня о женщине, но более известная. Иногда спрашивают А про кого ты именно это написал? Называется песня «Звезда, электронные страны» И я, к сожалению, должен отвечать, что это образ собирательный. Хотя я взял основные детали от Анны Вески, была такая певица. Она была в Афганистане тоже, кстати. И, кстати, мало кто знает, что у нее брат был советский офицер. Страшные разгирения, он служить хотел. И я-то деда Пьехи, так сказать. Это вообще мой друг, и она тоже была в Афганистане. Но больше, конечно, тут похоже на Анны Вески. Звезду электронной эстрады Красавицу лет тридцати На дочку из жена лопада Им выпало перевезти. Она улыбается ярко, По лесенке всходит в салон, Одетая в темные марки, Но в бархатный комбинезон. Запущен движок вертолета, Редвертый вибрирует мир, Оглядываются пилоты, Как будто она командир. Величественно и лукаво, Певица кивает слегка, В ручанье им сладкое право Нести ее под облака. Отводят смущенные взгляды, Взлетают в эфир, говорят, Под рощей метже лалабада С бесценной ножей парят. Потом начинаются горы, Вершины близки и грозны, Тревожные переговоры, Которые ей не слышны. Как молодые летчики эти, Певица подумалась вдруг, Здоровались прямо как дети, Смучаясь касания рук. С улыбкой встала в салоне, Прошла каплучками стуча, И две несравненных ладони Накрыли двоюных плечами. Но не поглянулись пилоты, Не сдрогнули, не напряглись, И лишь впереди вертолетом Какие-то искры сожглись. С минуту стояла меж кресел, Вернулась в салон на скамью, Ругая свой жест он из песен И чуткую душу свою. На дочке простилась надменно, Шагнула по лесенке в пыль, И гордо ступила в военный Подъехавший автомобиль. Пилоты плечами пожали, Проштрафились чем и когда, Ведь даже что их обстреляли, Не знал в салоне звезда. Запущен движок вертолетом, Ревет и вибрирует мир. Командир летим, как табу в пулемет, Сквозь зубы сказал командир. ПОДПИШИСЬ! 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 Кто молодец? Я или командир? Завтра давайте. Да, я дверь. Правильно. Вот вы уже завтра выделили. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОГАРЫ! ПОГАРЫ! ПОДПИШИСЬ! Хочу спеть одну песню о флоте, потому что помимо «them лошадиных» yo Журналистская судьба меня очень сильно сталкивала с флотом. И доводилась плавать и на надводных, и ходить, как говорили, на надводных, подводных кораблях и прочее. А вот сегодня главный, кто нас снимает, Юрий Алексеевич Трифоненко, это боевой церковь Северного флота. Я еще почему его упомянул, не просто потому, что его люблю и что нас снимают, обычно он уже на второй день выкладывает это в Ютубе. Так что если кто задумывает, вспомнит, что у нас сегодня было, это легко взять Ютуб, набрать, гнездо глухаря, фамилия Ростаков, ну и дату, вот скажем, сегодняшнюю, там все концерты записаны, ну и сегодняшнюю можно посмотреть, я думаю, что уже Юра завтра будет. А для него, как и для советского боевого морковь, все для себя и, надеюсь, для кого-то из вас, песня о флоте. А что такое флот? Воспоминание детства, когда с подругой вы на лодке в первый раз, воды, невесы, глаз, опасное сосредство. А что такое флот? Воспоминание детства, когда с подругой вы на лодке в первый раз, А что такое флот? Воспоминание детства, когда с подругой вы на лодке в первый раз, А что такое флот? Воспоминание детства, когда с подругой вы на лодке в первый раз, Славянские ладьи и наши крейсеры Ведь что такое флот, последний щит державы Последняя любовь, прощальная, ура Ведь что такое флот, последний щит державы Последняя любовь, прощальная, ура Ну, только что я рассказал о Юрии Алексеевичем Накануне мне звонит, говорит, вот эта песня, как ты поешь, неправильно И поешь вообще ее редко Я думаю, что такое Песня называется «Девятый» И вроде там четыре куплета, говорит, но ты поешь как-то все разные четыре куплета Я еле-еле нашел, где она была опубликована, нашел все-таки Правильно поется полный вариант, я вам сейчас ее покажу То есть, Юра, я выполняю твои указания Песня называется, еще раз повторю, «Девятый» В палатке доща длина и восемь хороших парней В палатке играет гитара, «Девятый» играет на ней В разведке осталось на сборы десяток свободных минут Разведка вернется несконно, без боя ее не вернут О чем же ты думал, «Девятый»? Когда о любви ты запел В разведку ходят ребята В такую, что как на расстрел Все восемь уйдут с тянотою Все восемь погибнут к утру А ты прочувствовать святое К соседке своей по двору Но слушают песен, ну все же И даже грустят в тишине Неужто соседки похожи На этой безмолвной войне В палатке доща длина и восемь хороших парней В палатке играет гитара, «Девятый» играет на ней Так, хочу сказать еще раз, что мы люди простые военные От сахи и стаканов И как мы начали четко, так мы все будем продолжать Если бы у нас было записано, что в три часа Мы так в три часа и сделаем Значит, здесь у нас скоро должен быть антракт-перерыв И перекор он будет У меня осталось четыре песни до перерыва А то я просто знаю, если мои близкие друзья Когда они здесь выступают Вот сидишь сзади уже бутылку допил-то Пошел второй час, вон еще первое отделение не закончилось А курить-то хочется? Ну вот песня, которая в общем-то Совпадает с названием нашего вечера Почти «Война и любовь» Или «Война и любовь» не бывает случайно И утром навсегда Останется любовь И все-таки Останется любовь И все-таки И все-таки Война и любовь Останется любовь И все-таки Шаг Малячи за окном, гражданская война, Зачем в чужих горах мы сохранили душу? На нынешней войне душа нам не нужна, Зачем в чужих горах мы сохранили душу? На нынешней войне душа нам не нужна, Усеяна земля осколками держа, Куда не сделай шаг, кровавые следы не обрести в бою, Ни вечности, ни славы, ни честного креста, Ни жестяной звезды не обрести в бою, Ни вечности, ни славы, ни честного креста, Ни жестяной звезды не быть может, Смерть уже стоит в изголовье. И утром навсегда расстанемся с тобой, И все-таки любовь останется любовью, И все-таки война останется войной, И все-таки любовь останется любовью, И все-таки война останется войной, Я вот сейчас бы хотел отказаться от своих первых слов, Насчет того, что буду упоминать часто о празднике ракетчика сегодняшней, Потому что не один, по-моему, на каждый к ней пришел, Обычный бой, ну, но, раз и пищал, то сделаем. У меня есть две песни о Бонифации. Почему Бонифации? Потому что когда мы учились в Академии, Ну, были курсантами, рядом с вами учились офицеры, А были еще ребятистки, которые учились или совсем после школы, Или вот как я, я до этого учился в Московском эмоциональном институте, Вот, но потом не доучился и ушел в Академию. Вот, но у нас у каждого были прозвища. И в том числе, вот, парень спортивный такой из моего отделения, У него было кличко Бонифации. Он играл в футбол, в хоккей, и вообще, что-то... У меня первая песня была с припевом «Футболист, хоккеист и балбес». Он действительно был балбес, учиться вообще не был. Вот, но ему так эта песня нравилась, Что он каждый раз, как мы там выпьем, У меня гитару возьмем, он говорит, «Ну, спой про меня песни, ну, спой!» А мне неудобно футболисты, хоккеисты балбес. Я решил написать вторую песню про Бонифации. Вот я вот спою. Хотя все равно из нее балбес получился. Наш общий друг по кличке Бонифации Пошел служить в ракетные войска. Не наслуждайте, если вам семнадцать Свалять несложно в жизни дурака. Он не хотел командовать и строить, Бои готовность не желал, крикит. Искал друзей, чтобы было ровно трое, Потом искали, где бы ее купить. Но закалек в сражениях артежных, Он мог не спать три ночи и три дня. И молодец в любви неосторожный, Чуть и не сгорели от его огня. В РНСР такая дисциплина Любому в гору ноги протянуть. А в голове то Олики, то Нины Пить или не пить, ударить или поснуть. А ну дай, а ну-ка вдаль попробуй, Отматерись машинным языком. Гори огнем и служба, и учеба. Мы сколько здесь от третьего найдем? Наш общий друг по кличке Манифаций Пошел служить в ракетные войска. Не осуждайте, если вам 17, Свалять несложно в жизни дурака. Сейчас я спою песню, которая называется «Офицерский романс». У меня очень много песен с таким названием. И мой большой телевизионный фильм Еще по центральному телевидению Настоящему, советскому, По-моему, в 90-м году как раз Перед распадом страны Он вышел огромный, он тоже назывался «Офицерский романс». И вот там был рейтмотив, Это вот именно вот это. Что-нибудь, Федор? Нет, нет. Я думал, что-то... А, ну, ее на прошлом выступлении Пела моя дочка, Машка. Сейчас я спрашиваю, а где Маша, где Маша? А Маша сейчас в Африке, в Египте. На полгода контракт заключила, Там где-то и выступает песню, поет. Ну, думаю, вряд ли она спает. Но я все-таки решил, Хотя она и пела это на прошлом, В моем выступлении, Она выходила, спела сама, Но спела хорошо, У меня никаких претензий нет. Но она обычно, так как я эту песню написал, До чеченских событий, Она принципиально поет ее в первом варианте, А после Чечни у меня был другой вариант. И я сейчас хочу спеть и мне вот этот второй вариант. А так как Машка нас, конечно, завтра увидит в Ютубе, То я ей передаю большой привет. Машка, привет! Ты гигант, я тебя люблю! Органический будет происхождение, Но это не есть вообще. Машка, привет! Машка, привет! Играет музыка 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 И Богом, вы не виновны еще капитаны. Были вчера еще мы, офицеры, Пасынки некогда от почей страны, В горной Чечне выжигали пещеры Пламенем новой Кавказской войны. Нас предавали и нас поносили Слева измеры и справа обман. Но если вновь возродится Россия, Может быть, вспомнят и нас капитаны. Ну и последний, перед перерывом, Который у нас продлится 15 минут, к примеру. Песня посвящена моему лучшему другу, Основоположнику вместе с Юрой Герсаром Афганских песен Игоря Морозова. Он сегодня после болезни говорил, Что может быть придет, Но, видимо, не совсем то состояние. Называется «Была, не была» Мы еще вспоминали Афганские горы, Мы еще не забыли. Ущелья Чечни, но уже не про них Мы ведем разговоры, Доживая солдатские скудные дни. Но уже не про них Мы ведем разговоры, Доживая солдатские скудные дни. Помнишь, дом из крыльцов, Помнишь, быструю речку, Помнишь, девочка тут, С кем сидел у костра. Это было давно, Это будет навечно, С этим нам расстаться Еще не пора. Пусть девчоночка-то Стала женщиной старой, И костер прогорел, И река заросла. Есть у нас на двоих Автоматы, гитара И война за окном И была, не была. А есть у нас на двоих Автоматы, гитары И война за окном И была, не была. Аплодисменты. Аплодисменты.